приветствую вас на своем канале у микрофона даниил добро канал быстро пока в этом видео я расскажу про персону систему alt workstation к это российская персоной система у нас свежее ядро 6.1 57 64-битная операционная система разумеется графическая платформа x11 лучше другую графическую платформу не использовать то есть то что по умолчанию стоит то и используем у меня тут достаточно свежий процессор а md 5 тысяч а md ryzen 5 5600 g 14 гигов оперативки то есть 16 гигов так и давайте-ка мы сейчас попробуем запустить что-нибудь интересненькое расскажу вам сначала о проблемах данной операционной системы с которыми прям вы точно столкнетесь первая проблема заключается в том что вы не сможете премонтировать нормально нтфс диски то есть флешку с нтфс который обычно умолчание состоит операционной системы windows файл система операционной системы windows по умолчанию она тут будет очень неохотно подключаться я даже записала такое отдельное видео сейчас я его запущу покажу как это все выглядит на практике вот так это выглядит на практике вылетает такая ошибка примонтирования после чего мы находим в права супер пользователям и копируем нужные нам команды и добавляем сюда диск который выдал ошибку вот он он копируем это название специально показываю чтобы представляли что этот каждый раз надо будет делать скажем новым диском то есть это ну прям очень неудобно конечно за ней займет там буквально минуту со временем но все равно потом мы пишем копируем это тут и пишем уже соответственно выход и выходим и после этого диск монтируется потому что мне сейчас примонтирован я вам видео показал как я это все сделал это надо делать с каждым диском я даже специально для себя сохранил такой вот файли где вот этот уже диск который часто я монтирую то есть это мой съемный жесткий диск вот я оставил себе такую пометочку файле система потребляет ну где-то около 2 гигабайтов оперативной памяти перезагрузки сейчас употребляет 4 гигабайта то есть у нас ведет запись и яндекс правду еще открыт то есть ну вот они как раз 2 гига так что тут еще интересно здесь у нас есть хорошие марки приложений прям большой плюс то что он у нас красивый тут ставится достаточно легко приложение то есть нажимаем на кнопку на устанавливается подобно как в маркете приложений на android ios тут все понятно также тут можно зайти в настройки именно и добавить snap пакеты либо флэт хаб репозиторий что позволяет скачивать большое количество программ кстати вот тут репозиторий тут у нас достаточно большое количество программ вот они этот каталог флэт хаб называется он здесь у нас есть игры всякие браузеры все это есть в том числе тут есть и убеска которую через которую сейчас записываю и видеоредактор в котором я буду монтировать видео вот это все тут есть все но запустил все работает некоторые программы по какой-то причине из этого маркета не запустились например не запустился steam но как видите он у меня стоит я его поставил через терминал сейчас покажу инструкцию вот она эта инструкция то есть мы зашли этот суперпользователя то есть это право администратора на языке операционной системы windows и поставили 32-битную замечу версию стима почему 64-битную они еще не завезли а уже 2024 год на момент записи то есть это прям вот свежая статья и это все придется делать через консоль нас покажу как ее открыть покажу вот это мишку по умолчанию которая была вот мы ищем консоль вот она консоль или терминал открываем ее и сюда вводим вот эти вот все команды по очереди после чего steam устанавливается мы открываем и работаем так же как с обычным steam на windows ничего сложного давайте сейчас мы откроем этот steam посмотрим как он работает где это сделать через значок тут вот он у нас открывается пока он у нас открывается еще добавлю то что некоторые приложения из это как у нас не запустились смонтирование флешки рассказал проблемы значит на библиотеку вот допустим мы запустим вот эту вот игру она точно запустится в этом я не сомневаюсь я уже ее много раз запускал тут будет тут экран такая заставочка почему-то не все прогрузилась но в итоге игра работает все окей почему дает она обычно чуть побольше фпс чем вот сейчас она будет выдавать запустили нас у нас вот наверху слева верхнем углу может посмотреть фпс около 200 фпс около 100 около 190 сейчас 230 опять стало 208 то есть тут у нас есть какие-то все таки небольшие подлагивания если присмотреться вот сейчас конкретно там разрыв ковров происходит небольшой но несущественно сложно сказать это связано с персоной системы либо просто драйвера как-то не подхватились нормально но фпс к 300 сейчас вообще выдает это потому что сейчас идет запись экрана был запущу еще одну игру для сравнения что это не она там единственная игра там запускается есть тут еще конечно не 2d 2d вообще не интересно запускать они везде хорошо идут вот еще вот такую игру поставил и он boost называется тут настройки ультра поставим так допустим сейчас у нас около 30 fps по-моему когда без записи выдает все-таки у клуб ближе к 40 то есть вот вы работает все прекрасно просто вам показал то что игры тут работают все окей даже несмотря на то что с ним 30 выпитный потому что я переживал что он будет работать очень плохо но замечу мне пришлось перезапускать на персону систему то есть нажимать на кнопку перезагрузка при установке игр какой-то причине видимо какая-то ошибка произошла но после переустановки все заработало и стала работать нормально но еще кстати если вдруг не знаете как настроить вот этот отображение фпс давайте-ка быстренько покажу вот совместимость обязательно настроить чтобы запускались игры с операционной системы windows это сильно расширит количество игр в steam и еще можно добавить это вообще в принципе касается любых присутствием linux вот совместимость играми steam надо ставить протон тут их видите тут несколько версий то есть можно выбрать если вдруг какие-то возникли проблемы и чтобы добавить счетчик fps вот вот эти вот строчки тоже ставим и у вас будет также тут слева счетчик fps вот кстати я тут команда сохранил чтобы запускать подключать диск который может в любой момент отмонтироваться после последующей загрузки системы и при работе с любыми флешками с файл системы нтфс это пластин который по умолчанию windows используется по поводу браузеров все тут тоже прекрасно работает кстати поставил другие игры в том числе тоже все окей вот основные проблемы которые тут есть я звучу кстати тут есть установщик графический на виде драйверов у меня картин видео нет поэтому не стал этим пользоваться вот подробнее системе тут можно почитать персоны систем какая стоит кстати обратить внимание что мне сейчас время рвут один час с первого запуска на кстати мой наш температуру глянуть вот он что-то у нас всего лишь 3528 все тоже ok могу всякие тесты сделать ну и кстати какой тест сделал хотя сейчас запись экрана нет не очень корректный тест будет что не будем делать да кстати еще протестил браузер скриншотчик просто покажу вот это браузер который стоял по умолчанию и браузер вот это браузер яндекс он какая у нас получилось скорость причем там больше чем на windows у меня получилось 11 то есть тут браузер яндекс прям работает очень даже хорошо всяком случае лучше чем местный браузер что для мой на мой взгляд очень удивительно я ожидал результат хуже но из производительностью тут каких проблем я не заметил ну и сейчас вы видите идет запись тоже никаких лагов таких явных нет тут все настраивается можно добавить кучей виджетов на панель то есть тоже все довольно таки интересно но если вы не знаете что такое просто линукс просто вам рассказываю что тут можно даже пожалуйста изменить размер панели если вам вдруг показал что что-то он не очень хорошо подходит ваша задача либо уменьшить или увеличить есть даже такая вот отдельный центр управления системы их фирменная программа как видите тут можно обновить ядро настроить безопасность вот обновление ядра то есть реально какие тут ядра доступна посмотреть обновить ядро и вот тут можно посмотреть по моему по моему это видимо самое просто новое ядро стоит как видите тут всего 0 ядро так можно посмотреть разные ядра ну конечно тем кому вдруг это прям очень интересно но по моему то что стоит это самый оптимальный вариант ну что-то прям очень какие-то древние сборки именно по цифркам видно что на 4 и 9 общей игру вот чего там мало очень предлагает установлю установить ядер странно должно быть больше так в целом то все что я тут могу сказать об этой операционной системе кстати настроил тут комбинацию клавиш она почему-то так и не работает сожалению тоже не могу понять с чем это связано то есть не все идеально прямо работает как хотелось бы но целом система как видите вполне рабочие это у меня все благодарю за просмотр можете написать в комментариях как вам эта операционная система может быть что-то еще нужно было проверить лично там для вас кстати я тут еще поставил стоит по умолчанию virtual box то есть сюда можно накатить на виртуальную машину операционную систему windows 10 11 12 если она когда-нибудь выйдет и в итоге использовать ну винту а линуксе тоже без особых проблем это мне все благодарю за просмотр до встречи в следующих видео в следующих видео